Друзья, всем привет! И перед началом этого интервью хочется выразить респект нашим друзьям из Gorilla Energy, которые помогли нам приехать сюда, которые помогают бойцам в такое непростое время, во время болезни. Всем платят гонорары, стипендии. Спасибо им большое. Спасибо, что поддерживают спорт, ММА и Вестник ММА в частности. Справа от места это Рэна Копян. Только что очередная крутая победа. Рэн, виделись 4 месяца назад. Тогда тоже ты всех удивил. Расскажи, какие эмоции, что сейчас думаешь? Эмоции. Посидеть с друзьями, обрадовать их, потому что я не слабую подготовку провел. С умом, с тренерами хорошими, качественными, которые мне помогали во всем. И просто отдохнуть уже хочется. И Новый год я хотел провести, выиграть. Домой, сесть спокойной душой. Не думать о том, что произошло, а просто сесть и радоваться Новому году и продолжению. Ты сегодня на бой выходил очень в атлетичной форме. Мне кажется, намного более атлетичной, чем в той. И сейчас мне как раз твои друзья, с которыми ты хочешь праздновать, рассказали, что ты очень сложно гонял вес. Он вообще не шел. Гонял 70 килограммов. Расскажи про все это. Со 72 я гонял. И за неделю до самой уже, вот в заливке, я заболел. Вес должен был быть 62, а у меня осталось 65-66. И пришлось все кардинально менять. И в течение двух дней я согнал 7 килограмм. И вот всю ночь не спал, доделал килограмм один. И встал на весы, и потом пошел уже спать. Как я понимаю, соперник не соглашался, да, на промежуточный? Не соглашался. Я из-за того, что не согласил, принципиально сделал вес, чтобы потом уже в бою его удивить. Все прошло хорошо, у тебя нет ни ссадин, ничего. Когда ты готов будешь возвращаться? Потому что достаточно 4 месяца. Небольшой был простой. Да. И потому что я потом приехал и постоянно в тренировочном лагере был. И сейчас хочу 2-3 месяца отдохнуть полноценно с семьей. И потом уже готов опять к новым боям. Что по поводу имен? Я слышал, ты сейчас уже называл какое-то. С Чистяковым готов поделить клетку на 61 килограмм. Потому что у моих друзей Каргинова, Армена есть недоговоренные, или как это сказать, незавершенные дела. Да, я готов разделить с ним клетку 61 килограмм. Или же Саевоевым, бывшим чемпионом в 57. Он так и никому не проиграл. Я его очень уважаю за то, что он вот так проводил столько лет, на таком уровне держится. Я готов с ним разделить клетку и посмотреть, чего я стою. Я знаю, чего он стоит. Вес 61, потому что сложно было в этот раз гонять? Нет, я просто хочу подняться чуть-чуть, попробовать на 61 подраться. Я вот, кстати, смотрел на сегодняшнюю форму. Мне кажется, было бы прикольно с Борисом. Мы на работах твоих рук. А мы знакомы хорошо с Борисом. Потому что, ну, и стилистически мы тоже, похоже, работаем. Так, да нет, я бы с ним не поздравился. Слишком уважаю его. Окей, а ждем в начале 2021-го, правильно? Да, или чуть позже. Кому-нибудь тебе благодарность? Тебе благодарность за то, что нас популяризируешь, наш спорт, нас пиаришь. И Лиги Исей с Асланбеком и главой Лиги. Всем спасибо большое за то, что даете шанс молодым и опытным парням драться и зарабатывать. Рен, отличная победа. Друзья, вы подписаны на инстаграм Рена, Bad Hero. Да. И на ММВестник. На ММВестник мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММВ лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММВ. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.